Всем привет, дорогие друзья! С вами Вилноу, и в этом видео я расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички! Это когда в смертельной тризме всё оружие оставляешь на Трупашова, не убиваешь его с оружием, зато потом убиваешь на второй трай без всего. И это невероятные ощущения! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеостримах, которые проходят постоянно, Телеграм, Дискорд для всех оповещений. Естественно, альтернативные ресурсы для записи стримов и всего кого-то другого, лагающие Ютуба, тоже смотрите внизу описание у нас. Есть и, конечно же, бусте подписчикам платным и донатерам, спасибо большое, что не мраю с голоду. Сейчас довольно-таки тяжко, да, у нас. Но ничего, мы справимся, а мы начнём. Значит, что у нас, ребят, происходит? Началась распродажа, да? Распродажа в Battle.net до 23-го числа. До 23-го числа, куча на кучу на всего. Поэтому, если хотите, берите. Естественно, какой-то скидки нету на World of Warcraft, это понятно, но, скажем так, актуальный, да? На Diablo, Call of Duty, Overwatch, StarCraft. Чё-то там какие-то до 50% скидки есть, где-то даже и больше. Также распродажа, ребятушки, касается и маунтов. 50% скидка на кучу маунтов для высшего пилотажа. Какие-то можно получить кодом вроде как, так что окей. Также появились новые товары в магазине Overwatch в коллаборации вместе с World of Warcraft, а именно, значит, Личкин Хайнхарт. Это вот этот гном типа Магни, типа Трал, типа Вдова, которая типа Сильвана. Ну, я не знаю, она типа с луком бегает или как? Ну, в руке у неё, по-моему... Чё, она с луком типа стреляет, как со снайперки. Короче, наверное, прикольно. Наверное, прикольная коллаборация, почему нет? Также, ребяточки, у нас 19 по 23 сентября, то есть ещё есть время, поиграть бесплатно в Diablo. Если хотите попробовать, как раз, говорят, она очень вкусная сейчас на данный момент. Поэтому можно попробовать на ПК, Xbox, Game Pass. Везде она сейчас доступна. Так что, если вдруг вы не играли, делайте учётку какого-нибудь Казахстана или типа того. Запускайте там Diablo, попробуйте, а потом уже решайте. Может быть, даже купите. Ведь скоро выйдет Spirit of Hatred и Сависелье of Hatred, да. И будет неплохо, да. А мы, ребяточки, продолжаем. Это какая-то скидочная какая-то у меня прям... Пул новостей был скидочный, как будто мне Близзарды навалили чемодан. Но пока что Близзарды навалили мне кое-что другое. И кое... И кое-куда. И не только мне, а огромного количества игроков. Дальше, ребяточки, у нас информация о путешествиях во времени. С 11.05 начнётся новый вариант скалирования подземелья, которому никто уже с пула не рад. Потому что, если сейчас скалируется подземелье во времени так, чтобы типа тебя подкинуло к боссам, и типа они были для тебя слабее, типа ты сильнее, то теперь это будет более сбалансировано работать по принципу уже актуального, типа War Vezina. И поэтому ты скорее будешь слабее, чем боссы, мобы и так далее. И неожиданно эти подземелья по течение времени станут сложнее. Ну, в теории, да. А как будет по итогу, непонятно. Так что, вот и думайте. Что у нас, ребяточки, дальше? Дальше, ребяточки, скам века. В 11.05 руки игроки смогут получать облики предметов со строгим ограничением на другие классы. А именно, допустим, идёшь ты паладинчиком, как в какую-нибудь ЛКЧГ, и выпадает тебе шмот Навара. Комплектная шмотка Навара, например, да. Ну, это, конечно, грубый пример. Можно более простой. В ЦЛК идёшь. А нет, в ЦЛК тоже, по-моему, жетоны были. Ну, короче, идёшь туда, где нет жетонов. Поняли? А то схватит. И, короче, выпадает тебе шмотка на другой класс, и ты её получаешь в Трансмок. Сейчас ты её не получаешь. Но самый главный рофл в чём? В том, что это работало с пула дополнения. С пула дополнения Blizzard сказали, что это баг, и так работать не должно. А потом уже через неделю сказали, что это будет в 11.05. Одна из главных новинок 11.05. Кайф. Мне очень нравится, как они дурят нас, делая видимость работы в некоторых некропатчах. Ну, посмотрим, что 11.05 принесёт. По своей сути, я так понимаю, он несёт только тортик. Тортик в виде 20-летнего вот этого вот годовщины World of Warcraft. Соответственно, пошло тестирование на 20-летнюю годовщину нового варианта путешествий во времени, как раз таки. А именно в World of Warcraft Classic будет доступно целых 6 подземелий. Мёртвые копии. Зулфараг. Забытый город. Восточные и западные крылья. Стратхольма. Западный город. Разные крылья. И Стратхольма. Разные крылья. А лучше бы крылья из KFC, да? Ну, короче, вы поняли. Теперь туда можно будет путешествовать во времени. Ну, ок. Следующая новость. Liquid победила исказителей яиц Авинакса. И, в общем-то, можно их поздравить с их прогрессом 5-8. 5-8 дальше идут по схеме, да? Они пока что вроде как первые. Молодцы, вы пахалочки. Осталось три босика. Следующая новость, ребяточки. Иоан Хазикостас поделился на интервью. Одном, что, мол, так и так. С гейморадар поговорился. Представляете? Гейморадар какой-то. Поговорил, говорит. Что вот мы делали, да? Вот последнее время, хочу честно сказать. Такой себе. Такой себе вот этих вот босиков мы делали. То есть, ну, вот этот тюремщик, что это? Ну, вот эти вот что-то в Dragonflight. Это что-то вот эти босы, которые не развиваются. Несколько дополнений. И мы, короче, начали думать, как можно развивать. И почувствовали, что слишком много у нас сюжета получается, чтобы пихнуть в одно дополнение. Поэтому мы решили сделать два дополнения. Поняли, что для двух дополнений все еще слишком много сюжета. И решили сделать World Soul Saga. Так, чтобы у нас был с общей злодей много аддонов. Чтобы получилась какая-то история и так далее. Потому что что? Потому что мы играли вот за Элидана. Мы играли в Warcraft'е третьем. За Личкингом мы играли в Warcraft'е третьем. За Траллой играли. За кучу персонажей мы играли. И, соответственно, были за них, против них в компаниях. И потом, когда они появились в Warcraft'е, люди такие... Вау! Что? Я могу сразиться с Элиданом? И сразу шли. И ух! Покупали игру. Ух! Личкингом можно победить. Ух! Сам факт, что можно было сразиться со старым знакомым, был прекрасен. Согласен с ними полностью. Именно поэтому эти дополнения были одни из самых популярных. Как, собственно, и Легион. В котором вот именно были старые добрые контент с Легионом. Такая вот история. И двигаются в правильном направлении. Молодцы. Надо делать подольше. Главное, чтобы это было поинтереснее. Скажем так. И побольше ступник слотат на весь экран. Пожалуйста. Что у нас, ребяточки, дальше? Дальше у нас. Пляшите, ПВПшники. Для вас праздник 25 сентября, ребяточки. Вот это пошли фиксы новой среды, да? Невероятные. У вас удалят задание оружия завоевателям, которые будете получать шмотку, которая вам не нужна. Потому что я знаю, что некоторые могли получить шмотку, за которую там были плохие статы в ней. Или вот кому-то хорошее, кому-то плохие, да? То есть это задание будет удалено. И появится великое достижение. По принципу достижения, как за 2000 рейтинга, типа как и Рио, да? Только тут за какое-то определенное количество завоевания вам будет даваться два жетона с 25 сентября. На который вы сможете купить, соответственно, любой шмот, какой есть у вендора. Любую шмотку поменять за счет этого штуки. Соответственно, двуручки стоят сразу два жетона, как вы могли догадаться. Все остальное по одному жетону. Что хотите, то и берите, сказали Близзарды. И были на этом таковы. Все, в принципе, комментарии, что я к этой новости читал, были люди в целом довольны. Словами, наконец-то! Фрастморн жаждет крови. Это я уже другие комментарии читал. Следующая, ребятушки, новость невероятная. Смертельная Тризна. Фиксы подземелий. Смертельная Тризна или Армахеддон, начиная с шестого-седьмого ключа. Урон гнева Залрамуса. Хранителя врат Залрамуса уменьшен на 25%. Победа над хранителем врат Залрамуса приносит рябочий очков чести. Вот это, ну, противника процентов, да? Все равно, как я их не буду пулить, так и не буду пулить. Какой-то слишком бессмысленный, долгий соло-дпс-моп. Моп. Хотя, если там много процентов, он поможет сделать приятный роут, и можно его вместе с кем-то спулить, через него поиграть. Может быть, это даже неплохо. Но это надо думать, да? Причем не мне, а кунь-профику. Следующий, ребяточки, важный момент. Хирург Трупашов. Хирург Трупашов периодически урон разлагающей гнили уменьшен на 20%. То есть та самая гниль, которая стакается на пуджике до 15 стаков, теперь будет бить не полтора миллиона в секунду в седьмом ключе, а на 20% меньше. То есть миллион сто где-то, да? Миллион сто? Я считать умею? Ну, вроде, да, миллион сто. Вроде умею. Нет, миллион двести. Не умею считать. Миллион двести она будет бить. Ну, наверное, это хорошо. Поменьше. Все-таки поменьше, да? Это я в пике называю, конечно же. Соответственно, город Нитий. ИЗО Великое Сращиватель. Со временем 10 сплетений уменьшено до 6 секунд. Ранее 9 сплетений. Это которое, что, которое надо разбивать на себе? Ну, как-то странно, ну ладно. Или это которое просто дамажит максимально сильно. Не помню точно где. Я знаю, что делает босс. У меня всегда такая топ-1 проблема. Которую мне, кстати говоря, обожают предъявать люди в гайдах и так далее. То есть я знаю, что делают скиллы какие-то, да? Я знаю, что делает босс. Но как это называется, я не знаю. Потому что зачем мне это знать, правильно? Прямо прямое название. То есть я знаю, что это делает, но... Как оно прям называется... Вот как картинку я помню, как выглядит. А как называется, я понятия не имею. То есть мне-то какое дело. Ну вот непонятно. Ну, наверное, сплетение это все-таки что-то связанное с дамагом. Потому что, казалось бы, зачем уменьшать время стояния типа в паутине, если все равно ее разбиваешь. Непонятная история. Ну и окей. Следующая, ребяточки, новость. Как раз-таки про сильные, очередные, сильные изменения баланса классов. 25 сентября. А именно, рыцарю смерти. Всадник апокалипсиса. Теперь замедляет цели. Ледяная ярость ролевая на 70%. Точнее, на 40%. А было 70%. Типа понерфили, да? Друиду силы зверя. При использовании по вкусу теперь поражает противника в радиусе 8 метров от друида вместо 8 метров от цели. То есть, а какая разница, от друида или от цели? Ну, друида, типа, вокруг себя, да? Скажем так, вокруг себя, а это вокруг цели. Ну, как будто бы то же самое почти. Ну, ладно. Ну, ладно, не то же самое на самом деле. Но окей. Это измене призвано дать друидам силы зверя больше контроля над тем, каких противников поражает урон по области их свирепого укуса. И избежать случаев, когда так с свирепым укусом больше большого босса не поражает других противников поблизости. Ну, логично. Так, потом смотри. И хиллеру, друиду, дали еще 4% исцеления. По-моему, на прошлый раз еще давали. Тут еще 4% исцеления. Никто за друидов хилов просто не играет неожиданно. Просто не существует этих персонажей. Их начали бафать. Охотник повелитель зверей. Урон удара зверя увеличен до 90%. Ранее 80%. Урон взятий увеличен до 90%. Ранее 80%. Да, повелитель зверей немножечко апнули урон. Фаермах. Обожаю Близзард. Урон огненного столба увеличен на 15%. Плавы феникса на 20%. Живой бомбы на 10%. Что ж такое? Да ну да, все, он плохой. Хватит. Хватит его бафать. Отстаньте вы от этого фаермаха. Дайте арканам поиграть. Дайте ледяными магами поиграть людям. Отстаньте вы от этого фаермаха. Хватит его опять в эту мету гнать. Да вы не задолбались в эту мету его гнать. Вот. Ну смотри. Фрост маху. Ледяной шип на 20%. Морозный луч до 15%. То есть в соу цель неожиданно дали урон. В общем-то нашему фрост маху. Да? Ну такое, да? Жрец тьма. Который и так неплохо дамажит. Весь урон увеличен на 4%. И конечно же, ребяточки, куча. Куча каких-то изменений в ПВП, которые я не читаю. Ссылочка будет, естественно, в описании на все это дело. Так что вот такие новости. Какие новости, да? Скидки. Кто кого там убивает в бахалке. И фиксы, которые постоянно сейчас выходят. В надежде как-то сбалансировать, чтобы люди понимали, что вообще происходит в этих ключах. И кого поднимать, кого. Сколько, кстати, сильных изменений достаточно. Это обычное дело вроде как для первых недель старта сезона. Прикольно. Прикольно. Поздравляю всех сапами. Тех, кого не апнули, сочувствую. Сочувствую. И я надеюсь, вам понравилось. Это видео было максимально полезным. Так что, как всегда, ребяточки. Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. Субтитры сделал DimaTorzok